Дорогие братья и сестры, время наше неумолимо летит вперед и продолжение служения еще. Прочтем два места священного писания, побеседуем на эти места и будем благодарить за все Господу. Иван Яглуки, 18 глава 1 стихи. Сказал также им притч о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не студился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стужусь, но как это вдова не дает мне покоя, защищу его, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю же вам, что подаст им защиту вскоре. И Псалом 33, 8 стих. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Дорогие мои братья и сестры, народ Божий, сколько живет человек на сей земле, столько все время происходит борьба. Когда силы зла противостоят силы света, значит, силам Господним, которые сотворил землю, и здесь идет постоянно борьба. И когда мы вспоминаем рождение Иисуса Христа, то, что через Ирода дьявол хотел погубить младенца Иисуса Христа. Сколько претерпела земля в то время проблем, сколько было пролито крови невинных детишек, которые по жесткому приказу Ирода избитые были гримскими солдатами, лишены жизни. Сколько пролито было слез, и это все делал дьявол для того, чтобы разрушить план Божий. Но, дорогие друзья, можно ли лишить человека жизни? Можно сделать человеку много зла, но невозможно остановить действие благодати Божьей. То, что Господь определил, то оно стояло, стоит и будет вечно стоять. Дорогие мои братья и сестры, в это время, когда мы читаем Слово Божие, говорит, что ангел Господень явился, Иосиф во сне сказал, «Встань, вези, возьми младенца и беги в Египет, ибо ищу этого младенца, чтобы лечить его жизни». И Мария и Иосиф уходят в Египет, и там они в безопасности прожили то время, когда на земле было столько горя и столько много пролито слез. Дорогие мои братья и сестры, народ Божий, в жизни нашей Господь тоже, наверное, много-много раз подавал свою защиту. Если бы каждый из нас начал свидетельствовать, не хватило бы времени, суток, наверное, не хватило бы года, не хватило бы всей жизни, да, вот что делает Господь. Псалом 1, поем мы, «Милости Господни, вспоминай, считай, все их доедино, в сердце повторяй». Народ Божий, мы можем вспомнить библейский пример защиты Божьей для народа Божия, когда царствовал Иосифат, и когда 20 глава, это вторая книга про Липоменон описывает, когда амонитяне, мовитяне, жители горы Сееры пошли войною на Иосифата, и, конечно, вот, увидел всю эту картину, ситуацию, наверное, сдрогнуло сердце его, и, значит, подумал, что же делать, дорогие мои, и очень правильный метод защиты выбрал этот человек. Собрал всех иудеев для того, чтобы помолиться Богу. Он мог, как царь, собрать армию, объявить там поголовную мобилизацию, много чего предпринимать, делать того, чтобы защититься. Но он начал обращаться к Богу. И Бог вышел на защиту. Бог вышел на защиту, когда народ Божий молился, то мы сейчас читаем, что на одного из левитов в это время, что сошел Дух Божий. И он начал говорить среди собраний, что не ваша война, а Божия. Вы встаньте и будьте спокойны. Дорогие мои друзья, братья мои, сестры, и видим о том, что не было того, чтобы иудеи воевали вот с этими людьми. Но Бог вышел на защиту. Появилось несогласие между монетянами и мовитянами. И начали убивать все они вместе, жители горы Сеиры, когда с ними покончили, начали с собой разбираться. И велика была добыча, которую собрал царь Иесафат после этого. Почему? Спокойно стало царство Иесафата, потому что узнали, что сам Господь воевал на стороне народа Божьей. Дорогие мои друзья, братья мои, сестры, и сегодня Господь защищает. И у Господа есть разные-разные методы для того, чтобы защитить народ Божий. Особенно, когда где-то начинается проповедь Евангелия, где-то, когда начинаются сеять эти семена, когда восстает дьявол, используя разные методы. Вот, значит, когда, знаете, такой случай, когда, значит, в одну местность начал ездить один из братьев, и он проповедовал там слово. Людям очень нравилось, знаете, не было молитвенного дома, в клубе собирались, и всегда был целый клуб людей. Знаете, и, значит, конечно, противнику дьявол не нравится. И там местный священник подговорил нехороших людей, которые были там, можно сказать, значит, из криминала в том поселке жили, значит, для того, чтобы они разобрались с этим верующим братом. Ну, и вот так они его предупреждают, них они ездят сюда один раз, второй раз, а потом наступил момент, когда последний раз, значит, они ему сказали, приедешь уже назад, ты не уедешь. Вот, мы убьем просто-напросто тебя. Помолился Богу, и опять поехал. Опять поехал, вы знаете, и проходит собрание, большое было состояние, людям очень нравится. Заканчивается собрание, все разошлись. Никого нету. И он не стал жаловаться, брать с острови там, меня сопроводить, потому что меня тут, мне тут угрожают, смотрят. Уже никого нету, остались эти, которые предупреждали его. Значит, вот, и мы же тебя предупреждали. Ну, зачем ты, вот, идешь против нас? Значит, и все прочее, прочее. Он собирает, значит, вот. И тут одна бабушка. Бабушка подошла и что-то пошептала этим, значит, пожилая, пошептала этим людям, которые, значит, хотели покончить его. И тут у них все что-то изменилось. Цвет лица. Они пришли. Слушай, давай мы поможем. Мы сегодня не будем ничего делать. И все. Значит, сложили. И благословили его на дорогу. Он поехал. А что это было за бабушка? Это была местная колдунья, которую все боялись. И если эта бабушка что-то сказала, то оно так исполнялось. Эта бабушка подошла и сказала, мне стало известно, что вы хотите зло сделать этому человеку. Убить. Если вы это сделаете, то завтра до обеда вас никого не будет. Вы поняли меня? И ушла. И они крепко поняли. Так что отпустили его с миром. И он дальше продолжал. Они его не трогали. Такого наш Господь, дорогие мои братья и сестры. Бог защищает по-разному, дорогие мои. Нам хочется иногда, чтобы всегда ангелы сошли, чтобы мы видели, как говорится. Это бывали тоже моменты. Много таких моментов. Вот было в жизни, когда-то я был в Санкт-Петербурге. Молодые годы там, ну, литература была очень многом в Финляндии напечатана. И как-то они молились Богу. Такой крепкий занавес был. Ну, чтобы как-то она появилась здесь, в России, в Советском Союзе. Вот. И однажды, ну, одну-две можно было провести. И так финны использовали этот. Ну, что это такое? Вот одна сестра приехала, значит, вот, и привезла нисколько там экземпляров. А потом что-то Бог положил ей на сердце машиной приехать. Привезти машину легковой литературы. Значит, кому-то из братьев она, значит, сказал об этом. А брат говорит, ну, сестра, ну, что твоя за машина там? Может, сотню возьмешь, может, нет. Давай я тебе дам хорошую машину. Да уже грузишь, да поедешь уже. Ну, и дал такую машину, тонны две. Загрузила. И она едет и смотрит, как вытрясает, как все проверяет. И она уже хотела назад поехать. Ну, уже встала, поток уже не выедешь, уже надо двигаться вперед. Что делать? И вот она молится, Господи. Вот, и уже ладно, значит, заберут, но едет. И когда подъехала, ее подошла очередь, ее зовут. Зовут ее. Значит, вот, ну, и когда она подошла, вот, говорит таможник. Вы, там какой-то, не помню, то ли 100 миллионный, то ли 10 миллионный. Сегодня человек, который проезжает нашу границу. И мы сегодня с утра имели совещание. Кто проедет под этим номером, того без проверки пропустить. И вас пропускаем. Езжайте, никто вас не будет смотреть. И она поехала. Братья мои, сестры, что мы можем сказать? Сие сделал Господь. Народ Божий. Бог защищает. Бог никогда не отдаст посмеяние своих людей. Хотя эта защита проходит иногда медленно. Не так легко порой все это дается. Годы проходят. Иногда жалуются. Жалуемся мы, молюсь, молюсь, ничего не поменяется. Молюсь, молюсь, все так остается это сам. Но, дорогое собрание, братья и сестры, нам кажется, что оно остается так. Но оно не остается так. Бог делает свою работу. Делает свою работу. Делал и будет делать. Защищал народ Божий и будет защищать. А если иногда действительно, как проповедовал Анатолий Михайлович, иногда если что-то подобное и встречается, то по сравнению с вечностью, эти переживания ничто. Пусть Бог даст благословение, даст устройство. Дорогие мои братья и сестры, имеющие сегодня неверующих, может, детей, неверующих братьев и сестер, молитесь за них, Господа. Бог защищает их по вашим молитвам. Бог оберегает и хранит. И множество сегодня детей, когда закончили жизнь их родители, говорят, хотя я неверующий, неверующая, но когда жила мама, когда она молилась, то было все по-другому. А когда их не стало, то совершенно пошло по-другому. Дорогие мои братья и сестры, народ Божий. Сегодня немало людей погибает вот в этом мире и трудности встречает, заболевания разные приходят, но Господь своих хранил, хранит и будет хранить. И будет хранить до самого славного прошествия Господа Иисуса Христа. Мы порой иногда даже не знаем, почему это все происходит. Но когда мы молимся, Бог дает свою защиту. Когда одного местного православного священника задело то, что один проповедник начал приезжать, проводить собрания в их селении. Когда начали люди сходиться, он посмотрел, что мало в его приходе народа. То он пригласил местных там, которые любят алкоголь. Напоил их водкой и сказал, уберите этого человека, он мне надоел. Потому что скоро придется закрывать наш приход, никого не будет. Ну и они это сделали, пообещали ему. Вот, и он говорит, когда возвращался домой, мне говорит, никак не могу понять, что тут происходит. Значит, подошли ко мне какие-то два молодых, таких красивых человека. Взяли один с одной стороны под руки, второй с другой. И так они начали поднимать меня. Я смотрю, я вроде бы иду ногами, а уже земли не касаюсь, уже поднялся в воздух. Выше и выше. Я смотрю выше и выше, уже выше деревьев в лесу. А мне не страшно. И опять эти два таких человека прекрасных видом опустили меня прямо возле моего дома. И ничего не сказали, их не стало, и я пошел домой. Господи, что произошло? С одной стороны, я не просил, что я ослабел, вот что я не приду домой. Но на завтра, на следующий день, один из этих, кто был в компании, пришел. А как ты домой дошел? Ну как? Просто вот пошел, да и пошел по дороге. Пошел, да и пошел. Да я и не помню, как дошел, но я быстро дошел. И он рассказал о том, что такой-то, такой-то нехороший человек напоил целую команду, чтобы они тебя убили. Но ты молодец, ты не пошел той дорогой, где мы ждали тебя. Он говорит, да, я шел как раз по той дороге, но я шел с моим Господом Иисусом Христом. Дорогие мои друзья, таков наш Господь, который защищает, который являет милость. Еще один пример из жизни, когда приехал один пастор в одну церковь, после собрания подошла одна сестричка и попросила, правда, дорогой, помолись, помолитесь за многодетная семья, помолитесь за наше финансовое положение. Конечно, она чуть-чуть рассказала, мне очень жалко стало. Я не мог ничем, как говорится, помочь, я просто-напросто искренне помолился за вот эту семью. Помолился, и прошло время, я опять там был, в этой церкви. Она пригласила домой и говорит, брат, я расскажу вам. Я расскажу вам, значит, ну и начала рассказывать о том, что семья многодетная, нужно было в школу собирать, мы не знаем как, отдалживали денег. Была машина очень такая, которая нужна была, и та попала в аварию, разбилась. И совсем такое сложное ситуацию, положение, когда вы приезжали, у меня появилась какая-то вера, надежда, что если вы помолитесь, Господь как-то разрешить, как-то разрешить вопрос. И знаете, через какое-то время приехал в собрание один человек. Сказал, что он приехал в эту церковь по откровению Господню. Он проповедовал, он молился, ничего, вот, такого не произошло. Но после собрания он подошел ко мне и говорит, меня прислал Господь в эту церковь, чтобы разрешить ваш вопрос. Когда я молился, и когда увидал благословение финансовое, вот, в своем деле, которым я это, меня направил Господь, указал сумму и сказал, пошертуй для этой семьи, вот это от Господа. Говорит, мы купили всю одежду, что нужно для своих детей, мы поремонтировали машину. У нас исчезла всякая проблема финансовая, и мы сейчас живем, не можем нарадоваться, потому что финансовый вопрос жизни нашей, наших детей, решил Господь. Дорогие мои друзья, братья мои сестры, Господь знает, как решить, как кого послать, как, значит, разрешить тот или иной вопрос. Немощи плоти исцеляют Господь. Есть в церкви люди, которые, можно сказать, уже не надеялись, что они будут жить, онкологическое заболевание, но молитва церкви возвращает все на место, Господь прикасается и исцеляет болезни. Дорогие мои друзья, Господь дает финансовое благополучие. Конечно, дорогие мои братья и сестры, никогда не Господь не даст, если нам нужно для решения вопроса, там, ну, тысячу, может, долларов, или десять тысяч, злот, или сколько, он не даст пару миллионов, потому что мы не будем знать, что с ними делать. Корее всего, это вред принесет нам, нежели благословение. А он даст на насущный кусок хлеба, чтобы мы жили и славили имя Господа Иисуса Христа. Дает здоровье, дает работу. Один брат устраивается на работу. Конечно, мы проповедовали, сейчас проповедовали, в местах лечения свободы, ну, и пришел к начальнику, посмотрел, какая специолога, говорит, нам нужны такие специалисты, пишите заявление. Написал, начальник подписал, принят и идет оформляться, вот, в отдел кадров, и начальник отдела кадров, говорит, никак не мог понять, что делает наш директор. Двадцать нормальных отправил, не принял на работу, вот, вот, двадцать первого ненормального берет. Он смотрит, я говорю, а как ненормально? Ну, как, разве нормально сидят в тюрьмах? Вот, значит, а он особо опасный, рецидивист, вы же, действительно, ну, говорит, я Богу помолился, и поэтому директор взял меня. А ну, раз Богу помолился, то и за меня молись. Оформляет и берет на работу человек. Дорогие мои братья и сестры, много можно было приводить. Все делает Господь для нас с вами. Защищал, защищает и будет защищать. А в конце даст спасение и жизнь вечную. Нам сегодня стоит только исполнять Святое Слово, молиться, служить Ему, славить имя Господа, Иисуса Христа. Пользуясь случаем, что вот сегодня среди вас, хочется поздравить вас с наступающим праздником в светлое Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Прекраснейшего праздника. Пожелать благословения, успеха. Вот, конечно, когда мы праздновали по-старому, ну так, по-старому, да, понимаете меня, седьмого, то Новый год был впереди. Ну, и то звучало с Новым годом, с Новым годом, а потом Рождество. Когда мы начали праздновать 25-е и по 8-е, то этот Новый год где-то стерся. Такое вот. Дело как-то и не стало, это самое. А мы начинаем 25-е и до 8-го две недели празднуем праздник Рождества Иисуса Христа. Я говорю, что вот себя в церкви жизнь прожили многие и не праздновали ни одного дня. То, чтобы наверстать чуть-чуть, надо по две недели праздновать. Пусть Бог благословит и даст благословение, чтобы и светлый праздник Рождества принес в вашу церковь, в ваши дома, в ваши семьи благословение, чтобы было покаяние в церкви, и чтобы прославлено имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Нас не будет, уж, наверное, точно скажем, что среди вас, но будет Господь и будут другие люди, которые принесут благословение. Пусть вас Бог благословит. Давайте, народ Божий, встанем, и горячо помолимся, поблагодарим за это собрание.